С вами читающая Катарина, и сегодня я хочу немножко рассказать про мой второй ярмарки «Третий день». Я очень-очень мало снимала, потому что большую часть времени я, конечно, разговаривала, общалась с Вайхсом, и у меня не было, опять же, возможности и желания что-то много наговаривать на камеру, но все-таки кое-какие кусочки я обязательно покажу. Но это будет перемежаться с моим рассказом про сегодняшний день. Из-за того, что сегодня мы ходили вместе с Вайхсом, у нас больше мероприятий было, которые интересны не только мне, и, может быть, даже преимущественно вообще не мне, а именно ему, потому что я сама для себя определила свою программу в другие дни, а так как сегодня мы собирались идти вместе, поэтому я смотрела программу так, чтобы интересы были как бы соблюдены не только мои. Поэтому сегодняшний день прошел буквально под эгидой средних веков, потому что Вайхс, Средние века, это все темы абсолютно, по-моему, тождественные. Поэтому первое мероприятие, на которое мы сегодня попали, это была презентация книги Олега Воскобойникова. Олег Воскобойников, чтобы сказать просто, это руководитель магистрской программы, на которой учится Вайхс в мышке, поэтому это как бы препод, с которым мы лично знакомы, он раньше преподавал на эстфаке, вот, и он написал книжку в Средневековье крупным планом. Это была презентация, на которой и сам Воскобойников говорил, собственно, про свою книгу, и ряд других деятелей, медиевистов и популяризаторов науки рассказывали про какой-то свой опыт и обсуждали то, как сейчас Средневековье отражается в медиа, о том, какой есть интерес, и чего же все-таки больше сходств или различий между нашим временем и временем Средневековья. Хороший вопрос, конечно. Вообще-то у меня нет однозначного ответа на него. Когда я сел за книжку, где-то там в конце июля, ну, я не знал, что начнется холодный август, и дело придется отложить, у меня был некий план, вот, и когда-то Михаил Бойцов и Арон Гуревич, ныне уже покойные, учили меня тому, что вот мы не должны приписывать наши собственные ценности к прошлому, в частности, к средневековому. Мы должны искать какие-то категории, которые нас объединяют, категории мышления и практики поведения, социальные практики, как Михаил Бойцов выражался ровно 25 лет назад на семинаре, когда я пришел. Вот, с другой стороны, возьмем любые привычные нам слова, труд, семья, любовь, политика, город, государство, даже церковь, не говоря уж о боге или богах, вроде бы все очень разное. С другой стороны, думал я, у меня есть заказ и есть дедлайн, вот, я его сорвал всего лишь на месяц, вот, и Бомбора умирилась выпустить книгу, сделать книгу, кажется, прилично, реально за месяц. Вот, план был полностью похерен, 1 сентября, когда начались занятия, и я писал, ну, почти как бог на душу положит, о том, что нас, в общем-то, самих волнует. И мне кажется, что в конце концов мы очень похожи со средневековыми людьми, при всей разнице внешней, внешних обстоятельств, рутины, очень много общих интересов, и страхов, и надежд, вот, и, не знаю, отвечая на ваш вопрос, я бы сказал, что больше, больше скотств, чем отличий. Разумеется, интерес к средним векам сейчас есть очень сильный, и во многом, конечно, паблик, страдающий средневековье, с этими всеми миниатюрочками, с очень странными местами, не знаю, позами людей, и очень странными существами, и с добавными подписями, разлетаются на мемы просто в лед, и, как бы, за счет этого средневековье становится доступным очень широкому массовому зрителю. И, понятное дело, что интерес к этим темам растет, что мы видели, например, в появлении, собственно, книги «Страдающие средневековье», автор которой, кстати, тоже присутствовал на панели при обсуждении средневековья крупным планом, и неудивительно, что появляется все больше интереса и запроса к этим темам, и вот хорошо, даже отлично, супер просто, что хорошие ученые, которые умеют интересно и увлекательно рассказывать о предмете своего исследования, о сфере своих интересов, что такие люди начинают писать книги, научно-популярные, которые будут понятны и доступны широкому кругу читателей. И поэтому мы посидели на презентации, послушали, и потом книгу у автора тоже подписали. Далее вторая презентация и вторая книга, которую сначала вообще в iX покупать не собирался, но после презентации мы пошли, честным образом ее купили и у автора подписали. Это Игорь Волгин и его презентация двух книжек. На самом деле Игорь Волгин является большим специалистом по Достоевскому, и, наверное, из таких именно ученых, которые используют научные методы при написании книг, а не только ориентируются на какие-то научно-популярные дискурсы, это, наверное, такой единственный человек, который сейчас на слуху, и у него уже написано множество книг по Достоевскому, и он их пишет так, как это очень интенсивно, очень активно. И, по сути, вся презентация сводилась к тому, что он говорил, что источники по Достоевскому их очень много, они неисчерпаемы, неисчерпаны, потому что можно продолжать-продолжать заниматься. И поэтому в его книжке «Ничей современник» он приводит какие-то новые факты, новые сведения, новые источники, которые ранее были неизвестны, и он чуть ли не впервые вводит их в научный оборот. Я, если честно, сейчас не воспроизведу, о чем он все-таки писал эту книгу «Ничей современник», но там, конечно, речь идет о том, как Достоевский вписывается в разные социальные круги, межличностные круги, географические круги. Я не то чтобы большой специалист по Достоевскому, хотя какие-то базовые знания у меня и про писателей, и про его жизнь, и про его творчество есть, потому что этим интересуется Вайкс. Я сама читаю Достоевского с удовольствием, но именно для Вайкса эта тема очень такая персональная, личная, пропущенная через себя, поэтому я вполне понимаю, почему у него возник такой интерес к этой книге. Две большие книги, и, конечно, это большая радость. Это действительно книги одной серии, это «Семитомник». Из них вот сейчас, если вы брать эти две книжки, пять томов уже вышло. Пять томов. Но что интересно, первые четыре тома, это были, первые три тома, это были переиздания все-таки книг, которые выходили раньше, ну, дополненные, там, исправленные. А эти две книжки новые, новые. Тот материал, который не входил в предыдущие книги. Наша жизнь национальная, это есть некая литература, некий сюжет со своими завязками, развязками, коллизиями, со своими эпитетами, со своими провалами и так далее. Со своими... Завдумчивость, да? Ну, что, при чем-то было? Ну, у него вообще много были... А, в литературе. Вам про вообще один на среднем. Да? Ты нам это показал? Третья книга тоже полностью медиавистическая, там, до самого мозга костей, там, не знаю, до самого корешка, как эту метафору можно перенести относительно книг. Автором этой книги выступил Роман Шмараков, господи, я надеюсь, я правильно произношу эту фамилию, филолог и вообще, как бы, медиавист, специалист по средним векам. И он написал небольшую книжку, которая называется «Книжица наших забав». Ух, как бы ее так кратенько сформулировать. Это собрание анекдотов. Анекдотов в историческом смысле. В историческом смысле анекдот — это не обязательно смешная история, это просто примечательная история, что-то необычное, что достойно того, чтобы быть рассказанным. И он собрал небольшую выборку таких вот анекдотов из разных авторов. Причем, ну, достаточно поздних, это уже высокое средневековье, получается, там, век, не знаю, 11-й есть, там, 12-й, 13-й. То есть это какие-то трактаты на самые разные темы, которые писались такими интеллигентными учеными мужами. И там, конечно, местами есть очень забавные и такие в духе страдающего средневековья рассказы, которые вызывают и улыбку местами, и какое-то сочувственное такое вздыхание. Вот, в общем, это действительно очень интересная штука. И что примечательно, это не переводы дословные. Это как бы где-то пересказы, да, где-то более близкая к тексту, да, перевод на русский язык, но, понятно, стилизованный. То есть у этой книжки нет научных каких-то задач, это скорее носит развлекательный характер. В содержательной части это анекдоты в старом смысле этого слова, то есть какие-то характерные истории, потому что они не все веселые, не надо это уждать. Там есть очень печальные вещи. Их там больше сотни. Они собраны из полутора десятков латинских авторов 11-13 веков. Во всех случаях, это не история из вторых рук, я имел дело с первоисточником. То есть для того, чтобы кто-то пересказал, а я пересказал то, что он пересказал. Но, разумеется, люди, читавшие там Гуревича, Легова и прочих медиевистов, много из всего этого знали из меня. Но мое удовольствие было пересказывать хорошие вещи, так, чтобы они, в общем, в пересказе не теряли. Научно-популяризаторской стороны тут, в общем, нет. Не ищите ее. Еще, как говорится, у меня была ценная мысль по этому поводу. Да, это я стремился к тому, чтобы это были истории из людей, которые либо не переводились на русский вообще, как, скажем, ну там, Бернард Анжерский, например, или там, кто еще там, или Вильям Мальмсберийский, или Вильям Юбрукский, или люди, которые переводились на другими текстами, как Бернард Флервосский, который тут представлен, в общем, не теми вещами, которые есть по-русски. Или люди, которые переводились, но не изданы, как Вальтер Мапп, допустим. Вот, то есть все это, в общем, выдержки из книг, которых целиком по-русски нет, и неизвестно, когда будут. Вот, мне кажется, уже, в общем, это оправдывает, как бы, поставленную задачу. Ну и что? Я начинал делать это для себя. Я читал Цезаря Гестербацкого, лежа. У меня не было к нему никакого корыстного интереса, я не писал о нем ни статей, ни диссертации, ничего. Вот он мне просто доставлял какое-то там эстетическое удовольствие. Ну, что-то я из него украл для своих надобностей, потому что сюжеты всегда нужны. У меня для этого есть специальные тетради, в общем-то, в которые я их выписываю. А потом я понял, что вот столько сюжетов мне, в общем, видимо, не понадобится. Как это было? Что называется, война еще не началась, а ветчина уже портится, надо делиться с людьми. Ну вот, видимо. Вот, я какие-то из них там выкладывал на Фейсбуке, выкладывал, 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 выкладывал. Вот, потом у меня возникла мысль, что бы не сделать из этого книжку, нашелся человек, который бы ее рассмотрел и принял к изданию. Такой человек нашелся. Спасибо, значит, Леониду Дубреву, который был настолько благосклонен. Вот, что значит, что я это рассмотрел, и мы это сделали. Вот. В большинстве случаев я стремился к краткости в пересказах. Значит, прошу заметить, это пересказы, это мало где прямой перевод. Ну, потому что краткость это, в общем, сестра милосердия, но и по другим всяким причинам. Новые башмаки с хорошей подметкой, приговаривая, чтобы в них ее похоронили. Они, видимо, весьма будут на воду. Я не удержался, и присобачил, разумеется, цередатный скрекинг-бок про новые истельки. Вот. Трудный наград себя убежит. Сделали по ее желанию. На следующую ночь один рыцарь, ехавший при сияющей луне по дороге, услышал женские вопли. Пока мстюн этом удивился, видит, несется опрометив к нему женщина с криками «Помогите! Помогите!» И, разумеется, на этом презентации не закончились. Мы двинулись дальше, потому что это же я. Я составляла нам расписание. Я вот максимально, очень плотно все нам утрамбовала. Поэтому мы бегали, как угорелые, с одной площадки на другую. И следующая презентация была с автором книги «Маленький плохой заяц. Или взаимосвязь религии и окружающей среды». На самом деле, Константин Михайлов — это философ, и было очень, как бы, интересно разве рутализироваться, как это называется, короче, увидеть его вживую. На самом деле, книжку я купила еще в Черную пятницу, и потому, что она у меня уже была, я заинтересовалась, собственно, этой презентацией. Некоторые авторы во время презентации, ну, просто люди, которые презентуют книгу, они могут сосредоточиться очень сильно на том, что в этой книге есть. Другие будут рассказывать о том, что есть вокруг, как бы, книги. А кто-то будет говорить о том, чего в книге нет. И случай с презентацией Константина Михайлова так и получилось, потому что он сказал сразу, что он прочитает небольшую лекцию о том, что в эту книгу не вошло. К этой книжке очень с большим скепсисом относился Вайкс, потому что он считал, что автор будет критиковать христианство, говорить, что вот, типа, христианство полностью, там, не знаю, антиэкологично или продвигает концепцию того, что человек венец творения, и поэтому вся природа должна подчиняться ему, а с точки зрения экологии это, типа, все не очень хорошо, и поэтому Вайкс очень боялся нападок на христианство. И парадоксальным образом во многом презентация Константина Михайлова была об этом. На самом деле он говорил о том, что есть определенная корреляция между экологическим сознанием и религиозным сознанием. Те страны, в которых религиозное сознание преобладает, они характеризуются достаточно низким уровнем экологических инициатив, экологической осознанности, стремлению к тому, чтобы сделать, не знаю, производство, что употребление, что угодно более экологичным. При этом страны, которые характеризуются большей светскостью, большим, вот, этим процентом атеистов, они, наоборот, склоняются гораздо сильнее к экологичному образу жизни и экоактивизму. Наверное, вы знаете, что я должен сегодня был представить вам мою новую книжку, но говорить о книжке, мне кажется, не очень интересно. Если вы захотите, вы откройте и сами прочтете. Поэтому вместо того, чтобы говорить о книжке, я попробую немножко поговорить о том, что в эту книжку не вошло, что в нее не попало, отчасти времени, отчасти каким-то другим причинам, но что прямо эта книжка продолжает. Это проблемы экологического греха и вообще экологии и религии, или, может быть, экологии как религии, окружающей среде, как религии. Об этом, думаю, коллеги, не только я и не только вы, но и довольно важные религиозные деятели. Вот 26 октября 2019 года, совсем недавно, да, положим пару месяцев тому назад, в Ватикане прошел так называемый Панамазонский Синод. Ну, как ясно из названия, большой съезд всех амазонских католических лидеров, существующих в этом регионе. Они все съехались, об этом довольно много писали журналисты, в основном потому, что на панамазонском Синоде Папа Франциск сделал заявление о том, что может быть, может быть, в амазонском регионе можно ввести женатые духовенства. Это очень большая, очень болезненная проблема для католической церкви, конечно, на это все обратили внимание. И за этим громким заявлением Пантификат совершенно скрылось для широкой публики еще одно, я бы сказал, не менее интересное его заявление. Заявление о том, что католический катехизис, то есть такое кратчайшее собрание представления католической праведности, католический флот, католический катехизис можно дополнить понятием экологического греха, понятием, которое никогда доселе там естественно не существовало. Меня что очень сильно поразило в Константине Михайлове, так это то, что, ух, как бы это выразить, то есть по нему видно, что он философ. Я как историк постараюсь, если буду излагать какую-то тему, обойти особо такие сложные и противоречивые, и неоднозначные моменты, то есть мне не хочется разжигать, говорить фразы, которые могут вызвать даже не критику, а вот такое острое неприятие. Тут философ, который как бы собаку съел на этих рассуждениях, он готов к любой полемике, у него есть масса каких-то за и против аргументов, и то есть он так свободно направо и налево говорит какие-то суждения, с которыми легко можно поспорить, или даже нелегко поспорить, обвинить в его том, что он говорит что-то неправильно, но при этом это философ и специалист по религиям, то есть религиовед, то есть это человек, который в этом очень хорошо разбирается, и то есть меня удивило, насколько легко он может говорить о вещах, о которых я лично поопасалась бы говорить вот настолько свободно и настолько не сдерживая свой язык. Я не знаю, это хорошо или плохо, меня просто эта глубина души поразила, потому что я бы так не смогла. И в итоге мысль Константина в его лекции пришла к тому, что в некотором смысле за счет того, что экоактивизм становится популярен в странах, где очень, ну, невысокий уровень религиозности, получается так, что в некотором смысле экоактивизм сам становится формой религии, религиозности. Он оставляет открытым вопрос, можно ли говорить, что экоактивизм равно религии, однако есть элементы, которые по сути совпадают, это и наличие ритуалов, и наличие каких-то ограничений о том, что, например, там не надо есть мясо, или отказываются от одноразового пластика, то есть есть параллели между тем, что говорит религия своим последователям, и что говорит экоактивизм людям, которые поддерживают экоинициативы. Здесь он также рассматривает явления, такое как неодруидизм, неоязычество, обращение к вот этим истокам, поклонение матери природе, и о том, как эти вещи могут быть связаны с экоактивизмом и вообще с обращением вот к этим темам сохранения планеты и так далее, и так далее. То, что мы обсуждали с Вайхсом, он, по-моему, процентов на 99,9 угадал содержание лекции, и поэтому у меня сначала было немножко расстроенное чувство, потому что я все-таки рассчитывала, что эта книга будет не об этом, то есть взаимосвязь религии и окружающей среды, то есть почему религия стала такой, как на это повлияла окружающая среда, то есть, ну, то, что, не знаю, египтяне верили в свой языческий пантеон, как долина Нила, да, например, и вообще африканский климат могли повлиять на это, почему греки верили в своих богов и как окружающая среда повлияла на формирование греческого пантеона, какое значение имела Равейская пустыня для формирования ислама, то есть я рассчитывала, что будут вот рассматриваться такие вопросы. А после лекции, соответственно, я немножко забеспокоилась, мне бы оказалось, что и вся книга будет посвящена этим вопросам. Но все-таки была же оговорка о том, что он будет рассказывать о том, что в книгу не вошло. И на самом деле тот пучок проблем, который был поднят, для него можно отдельную книгу, по-моему, писать, и Константин, по-моему, намекнул, что он сейчас как раз этим и занимается. Если же взять вот эту книжку в руки и прочитать аннотацию, то все-таки книга больше про то, то я от нее и ожидала. То есть не про то, что более религиозные страны менее склонны к активизму, но все-таки про влияние экологии на религиозные взгляды. Влияет ли экология на религиозные взгляды? Зависит ли наше убеждение от того, какие ландшафты нас окружают, о каких животных мы видим? Если бы Иисус никогда не видел Агнцев, а имел дело только со страусами, мы знали бы совершенно иное христианство? Или как? Или что? То есть все-таки я надеюсь, что эта книга будет именно про то, про что я ожидала, что она будет. Но что я могу точно сказать, что автор у нее очень необычный и интересный человек. Я была рада поприсутствовать на такой смелой лекции, на такой смелой презентации, которая действительно очень сильно разбудоражила и мой ум, и мои чувства, и заставила размышлять. И по-моему, вот это одна из самых главных вещей, которые происходят на книжных ярмарках. Тебе бередят мозги, и ты начинаешь думать. И это очень-очень круто. И, наконец, финальный аккорд просто субботнего сегодняшнего дня. Как бы искренне считаешь себя начинающим блогером и чувствующим некий зуд при виде заголовков в духе издатель и блогер, модель взаимоотношений, как вообще все это выстраивать. Вот как, значит, человек соответствующий, я заинтересовалась этим мероприятием. Собственно, что это было? Последнее мероприятие, последний аккорд субботнего дня, это была встреча, организованная издательством Фантом. Все знают, наверное, я надеюсь, почему именно Фантом организует какую-то встречу, на которой блогеры и издатели собираются о чем-то договариваться. То есть тут вполне понятно, откуда ноги растут. И ряда блогеров. На мой взгляд, выборка блогеров несколько специфическая, но я не буду ничего говорить по этому поводу. Мой интерес к этой панели был обусловлен также тем, что там принимала участие Галина Языфович, а я, в принципе, склонно прислушиваться к ее мнению по самым разным поводам, и мне кажется, они очень взвешенные, здравые и вообще имеют очень-очень много смысла, поэтому Галину Языфович я ужасно люблю. И самое классное, что на этой встрече она выступала как модератор и, собственно, задавала вопросы. То есть, нащупав вот эти вот нервы, которые проходят по линии взаимоотношений между блогерами и издательствами, она задавала очень правильные вопросы, хотя, к сожалению, к сожалению, у меня было чувство, что никто не хочет никого понимать. Может быть, у участников дискуссии совершенно другое какое-то впечатление сложилось по итогам, но у меня, к большому-большому сожалению, впечатление было соответствующее. Было три представителя от издательств, это от Фантом Пресса Алла Штейнман, директор, и Игорь Алюков, главный редактор, и еще переводчица и редактор Александра Борисенко, которая, Борисенко, я вот опять же, боюсь, что я неправильно называю фамилию. Из блогеров были самые разные персонажи, и как бы много было человек из Телеграма. На мой взгляд, конечно, блоги в Телеграме, например, блоги на Ютюбе, по количеству человек, по количеству зрителей, по как раз вот этому вот влиянию на головы и на аудиторию сравнивать несколько можно, но не в пользу Телеграма. При этом, как бы представителей из Телеграма было гораздо больше, и лично у меня это вызывает вопрос, потому что, ну, тогда, что такое блогинг? Почему Ютюб не был никак представлен? Вот, из крупных Инстаграм-блогеров тоже, ну... Женя Власенко, но опять же, где вот эта граница между блогером и инфлюенсером? Где граница между человеком, который просто рассказывает о книгах и о человеке, который стремится себя профессионально реализовать в сфере книг? То есть, это, по-моему, очень разные вещи, и вообще в блогинге градация по возрасту, по профессиональным качествам и навыкам, по целям, которые ставят себя блогером, это такая радуга, это такой цветной круг разнообразный, который постоянно динамично изменяется, что вот создать представительную выборку блогеров очень сложно, но та выборка блогеров, которая была на этой панели, мне кажется, совершенно не представительной, вот. Но, тем не менее, было интересно послушать людей, про которых я впервые в жизни слышала, потому что все-таки я о них узнала, и это хорошо. Но, опять же, понятное дело, что это круг общения определенных людей, там, кого-то, кого знает Галина Языфович, кого-то, кого знают, не знаю, видимо, издательство, собственно, Phantom Press, всегда, когда речь заходит про вот эти вот все дрязги, скандалы, интриги, расследования, оно как-то все становится скандальным, да. Я постаралась записать всю панель в аудиоформате, там, по-моему, в один момент у меня немножко прервалось, поэтому я надеюсь, что у меня получится загрузить это, опять же, в Telegram, если вам интересно, обязательно послушайте. И что я для себя вынесла, так это то, что Галина Языфович задает очень правильные вопросы. У меня было много мыслей во время этого обсуждения о том, зачем нужен блогинг, целеполагание блогера, вот эта вот линия взаимодействия издателей-блогер, что кому, от кого надо, и как это вообще все строить. То есть мыслей было очень много, но с учетом того, что за столом сидело сколько человек, восемь, за час дать каждому высказаться и донести свою позицию, это очень-очень сложно. Тем более, что мероприятие было с восьми до девяти, а ярмарка закрывается в девять, в общем, все, это было несколько в спешке. Что было после этой презентации? На самом деле, это я сейчас так делаю вид, что там было что-то такое вах, на самом деле, это не то, чтобы совсем вах, но, в общем, для меня это был очень интересный опыт, интересный в кавычках. После окончания обсуждения Галина Юзефович предложила всем сидевшим в зале участникам подойти к столу, который накрыла сеть кофеен Coffee Pew, потому что Галина Юзефович, насколько я знаю, знакома, то ли с владельца сети, то ли как-то вот туда-сюда, плюс Coffee Pew, и читаю, это вот кофейня, книжный магазин, где продаются книги, которые выбирает сама Галина Юзефович. В общем, да, Галина Юзефович связана с этой сетью, и они устроили как бы сладкий стол, там можно было угоститься чаем и орешком с сгущёнкой. Ну, собственно, я не подозреваю вообще никакого подвоха, я там с краем уха слышала о том, что какие-то призы они разыгрывают, и что-то про то, что, типа, не бойтесь их есть, потому что там, типа, нет никакого, никаких железок, о которых можно сломать зубы, как можно было бы подумать. А про то, что там что-то васаби, я так краем уха раз, да, ну и ладно. В общем, схватила орешек, откусываю смачно половинку, ожидаю, что там будет вот такая сладкая сгущёнка, и понимаю, что у меня начинает сжечь язык, я смотрю себе в руку, а у меня из орешка очень много торчит зелени. То есть, я откусила половинку орешка с васаби. В общем, я плакала, плевалась, пыталась запить это обжигающим горячим чаем и обжигала язык. В общем, это было всё очень травматично и, наверное, не очень красиво со стороны, но получается, что я стала победителем вот этого розыгрыша, хотя, не знаю, стоило оно таких мучений или нет, но мне подарили сертификат на 30 чашек кофе в кофейне как раз, кофе пью, и это было достаточно приятно, пусть и неожиданно, и, повторюсь, травматично. Поверьте, я никогда в жизни не ела столько васаби. Мне кажется, я за всю жизнь столько васаби не съела, сколько вот за тот момент, что у меня там успела, значит, впитаться со слюной, утечь в желудок и, да. Вот, но в любом случае это был очень такой интересный опыт и тряска большая очень, день закончился ужасно динамично. И я сейчас хочу пару слов сказать о тех книжках, которые я купила в сегодняшний день, потому что получается, большая часть книг на презентации, которых мы были, покупал Вайкс. Вот, что я купила для себя? Во-первых, это Гранд Моррисон Супер Боги. Это новиночка от Азбуки, где, по сути, рассказывается о явлении супергероев, то есть, как они возникли, почему они возникли и что вообще это из себя представляет. Я тот человек, который супергероику любит не так, чтобы очень сильно, что-то там знает, но не очень глубоко и не то, чтобы хочу, не знаю, там, все фильмы пересматривать. Мне, кстати, очень нравятся Мстители, вот. Но погружаться в вселенные Marvel и DC, читать комиксы, нет, я скорее не тот тип читателя, не тот тип фаната, вот. Но прочитать культурологическое и немножко историческое исследование об истоках и значении и жанра и вообще этого явления, это я, да, это я с вот большим-большим удовольствием сделаю. Эту книжку я купила на одном из стендов независимого альянса, альянс независимых издательств, это издательский, издательская группа Точка. Стресс в большом городе Мазда Атли. Здесь это все еще под эгидой Moscow Urban Forum. Я заинтересовалась этой книжкой в контексте моего интереса вообще к урбанизму, к тому, как город влияет на психологию человека, что тут хорошо, что тут плохо. Как житель Москвы, большого мегаполиса, я чувствую все негативные штуки, которые есть в нашем большом городе. И хорошие штуки я тоже чувствую. Давайте я буду... Я пользуюсь всеми хорошими штуками, которые дает, предоставляет, какие возможности дает большой город. В частности, например, ходить на нонфикшн. То есть, да, это тема, которая попадает в мои интересы. Там была еще одна книга, но как бы просто про городское пространство мне не так интересно, как вот про стресс и про вот эти вот все штучки. В общем, вот такой вот был второй день. Я бы хотела сделать этот лог более динамичным и, не знаю, больше показать саму ярмарку, но у меня не было сил, если честно, желания. Вот я поэтому надеюсь, что у вас получилось немножко составить впечатление вообще о том, что там происходило и, может быть, вы обратили внимание на что-то интересное именно для вас. Спасибо большое, что были сегодня со мной и я надеюсь, что до скорейших новых встреч в Балет Амикин.